Александр Васильевич Новиков Родился 4 декабря 1924 года в селе Колодинка Красноярского района Кубышевской области в семье обычного крестьянина. Александр Васильевич окончил неполную среднюю школу и позже работал заведующим сельским клубом в поселке Красный Яр. В 1942 году учился в Могилевском военном пехотном училище в городе Вальске. В 1943 году был призван в действующую армию. Командир пулеметного отделения 895-го стрелкового полка Центрального фронта, сержант Александр Новиков в период с 28 августа по 15 октября 1943 года со своим отделением в боях на пост по Днепру отбил 9 контратак и уничтожил много гитлеровцев. Однако, в 1944 году Александр был демобилизован из вооруженных сил СССР из-за ранения. В госпитале села Грабова Новикову ампутировали правую руку. Указом Президиума Верховного Совета СССР 30 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий на фронте и проявленное мужество с героизмом сержант Новиков был награжден званием Героя Советского Союза. После демобилизации Александр вернулся в родное село Колодинг, где стал работать председателем сельского совета. С 1952 по 1964 год жил в городе Новокубышевске, Кубышевской области. Находился на Комсомольской партийной административной работе. В последующие годы жил в Кубышеве. Последние годы жизни работал начальником отдела кадров производственного объединения Кубышевск-Мефтихимзаводы. Смыслом жизни героя в послевоенное время стало военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Александр Васильевич Новиков умер 21 мая 1977 года. Похоронен на городском кладбище города Самара. Памятная табличка героя установлена на доме номер 36 по улице Коммунистическая города Новокубышевска. Также школа номер 6 носит имя Героя Советского Союза Александра Васильевича Новикова. А в школе родного села Героя, Колодинки, есть комната боевой славы, в которой по сей день хранятся личные вещи Александра Васильевича Новикова. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова